Здравствуйте! Это программа «Эсклюзив». Ее мама мечтала, чтобы она стала балериной. Но девочка еще с детства любила петь, хотя и ходила в танцевальную кружок. Тогда же увлеклась и туиком. Туик – это такое якутское национальное певческое искусство. А позже пришла к хомузу. Это что-то похожее на нас шан-кубыс. В своем виртуозном искусстве она росла, росла, росла и росла. И затем получила звание «Виртуоз мира». Входит в девятку лучших хомузистов планеты. Знакомьтесь, Юлиана Кривошапкина – хомузист, исполнитель Туика. Настоящая звезда и просто красивая женщина из Якутии. Юлиана Кривошапкина – творческий псевдоним Юлияна. Родилась в Сунтарском Улусе в селе Ельгай. Мама – учительница якутского языка и литературы. Помимо основной работы мама вела кружки по пению, танцу, а также журналистики и драм-кружок. И очень любила петь, особенно Туик. Посещала кружок, где преподавала мама. Все сверстники говорили – фу, зачем ты как старушка поешь Туик? В то время молодежь воспринимала это так. Но у нее с самого детства была тяга к национальной культуре. Юлиана, давайте начнем с вопроса, который вам еще в детстве задавали ваши сверстники. Зачем вам Туик? Туик зачем? Помните, вы сами говорили, что когда-то… Да, давно смеялись. Да. Одноклассники, дети, с которыми я вместе росла. Они не понимали, зачем мне. Они думали, что только бабушки и дедушки могут петь Таюк, пенхамос играть тоже. В общем, фольклор – это есть только не для молодежи, не для детей маленьких, а только у старших. Что вы им отвечали? А я вот сейчас, если честно, особо не помню, но я все равно не слушала никого, просто сама занималась. А потом пришел хамус, да? Ага. Как он пришел к вам? В детстве, ну вообще до моего рождения, моей матери мама, то есть моя бабушка, она играла на хамусе. Они жили на окраине деревни и проезжали очень много людей, они заходили к ним в гости, останавливались. И моя бабушка всегда устраивала по рассказу матери концерт перед ними. Пела Таюк, пела песни и на хамусе брала. Даже тогда она начинала чуть-чуть в школе учить детей на хамусе играть. А потом, хорошо, это бабушкины гены. Это бабушки, да, да. А потом, где-то мне лет семь, и моя мама мне подарила хамус бабушке. Я тогда впервые увидела и стала уже играть сама, сама учка. Ну, мама меня учит, я за ней повторяюсь. И вот так это начало моей любви к этому инструменту. Через какое-то время вы удостаиваетесь звания, да, виртуоз, виртуоз мира. Вы входите в десятку, ну, скажем так, в девятку, да, хамусистов мира, как виртуозы мира. С хамусом вы объездили, опять, сейчас тавтология у меня получается, ну, куда деваться, полмира вы объездили. Вы познакомили огромное количество людей с культурой, с философией, с мировоззрением якутского народа, Якутии самой. Вот, и все-таки, как вы получили это звание, виртуоз мира? Ну, во-первых, повезло мне, что именно этот седьмой конгресс хамусистов мира у нас в республике провели. И приехали все профессиональные хамусисты мира, из всех уголков мира. Юлиан, давайте сейчас нашим телезрителям объясним, что хамус – это такой якутский национальный инструмент, похожий на казахский шанкобыс. И еще можно сказать о том, что на хамусе играют, ну, огромное количество стран от Индонезии, да, Камбоджи. Африки, Америки, Японии, все, Голландии, Венгрии, вся Европа. Ну, многие знают этот инструмент под видом варганы, да. Поэтому объясним, что войти в девятку лучших хамусистов мира – это сродни попасть в тройку на Олимпийских играх. КОНЕЦ КОНЕЦ Я знаю, что в Якутске находится первый и самый богатый музей хамусов в мире. Расскажите об этом музее. Единственный музей по миру хамуса у нас в Якутии, где около двух тысяч разных разнообразий экземпляров со всего мира, со всех уголков мира. КОНЕЦ У вас была когда-то, ну, я не назову это коллекция, это ваш рабочий инструмент, у вас было около 15 или 15 хамусов. А потом они как-то в каком-то книжном магазине у вас потерялись, вы даже писали об этом в интернете, объявляли по радио, объявляли по телевидению. Так эти хамусы не нашлись. Да, это в моей жизни очень момент такой трагический. Ну, в это время, ну, в жизни должно было быть моей, эта ситуация, в это время. Да и в семье моей трагедия большая была, потеря. В это же время ушла я из Айрхана уже. Начинали мы не я одна, а с Олей Подложной, которая тоже у нас в Айрхане была. Сейчас тоже один она путает. Вот с ней вдвоем начинали уже дуэт. Уже готовили альбом. Готовый был альбом. И вот, и мне надо было на репетицию. И после трагедии, на самом деле, 9 дней, потом 40 дней. И нельзя ни петь, ни, ну, в общем, веселья никаких... Ни петь, ни танцевать, ни веселиться, ничего. Да, ни в коем случае. Но так как я одна, и ребенок, то есть, если я не буду работать, то это же мой хлеб. Ну да. И попросила прощения у родных, ну, они понимают. Уехала в город, и первый же день репетиции. Вышла возле моего дома, там, книжный маркет. Купить блокнотик, всего лишь 20 рублей стоящий. Стою, и тут машина, такси подъехала. Забыла все, побежала в машину, села. А, меня попросила знакомая купить для ее племянника, ну, выбрать хамус. И я всегда, почти всегда знаю, где какие хамусы лежат. В каких магазинах, какого звучания, какого мастера. Я точно знала, где лежит самый лучший в данный момент хамус. И поехала в этот магазин с ними. Показала, они купили. Потом приехала на репетицию, как только первый шаг, дверь, и все. Тут я понимаю, все. Земля с ног уходит. Я не помню. Ну, в общем, тогда вот состояние такое было. Ну, да, я представляю. Ну, не до репетиции этот, в любом случае, такой момент страшный был. Но надо было работать. Не нашла. Объявление всюду, везде. Не знаю, где они сейчас, у кого. Очень интересно, самой. Потому как там не только якутские хамусы были, мастеров. Там и разных народов хамусы тоже. Но зато вот из-за этой потери, да, вы познакомились с великолепным мастером хамуса. И это должно было быть, должно случиться было в моей судьбе, в моей жизни. Потому как потом и дуэта не получилось у нас. Вот, мы расстались сразу же почти. Я, в общем, без ничего осталась. Без хамуса, без группы. Ну, нет ничего у меня. Все надо начинать с нуля. И тут я сижу, думаю, что делать. Надо жить дальше. Я у одного большого шамана спросила, почему, так, как, так, что я. Вот, из-за того, что я не подождала, вот, сорока дней, после девяти дней я уже поехала в город работать. Он говорит, успокойся. Тебе легче терять железо или еще человек? Я говорю, железо. Все. Теперь жизнь твоя начинается. С чистого листа. Он вас отпустил. Ага. И все. По-моему, якутская пословица есть такая или поговорка. А чем больше теряешь, тем больше обретаешь потом, да? Вот. Такая народная мудрость. Есть такая мудрость. И я в это верю. Потому как так же случилось. И по чуть-чуть, по чуть-чуть. Я искала хамусы. Потом поехала в деревню, в одну деревню, и выступать. Ансамбль бабушек, оказывается, там есть. И такие... Не бурановские? Не бурановские. Зовут ансамбль Далбар. Далбар, хоть он, это вот женщина. Статная такая. Ну, это у нас. Вот. И они, узнав, что я в деревне у них, попросили меня подойти к ним, показать немножко мастер-класс. Я туда поехала, и одна бабушка ко мне подходит и говорит, нам надо уж как-то хамус. Вот сыграй, пожалуйста, на этом хамусе. Попробуй. Я взяла этот хамус. Один только удар, и все. Я понимаю, что это что-то вот невероятное. Я ни разу в жизни такого звука не слышала. Я спрашиваю, это где такой хамус вы нашли? А это вот здесь вот, наш мастер молодой. Все. Как только закончила мастер-класс, все. Бегом туда к нему стучусь. Здравствуйте, здравствуйте. Можно к вам в гости? Я хочу вам заказать хамус. И все, до сих пор, с этого момента я начала на Иву хамусе играть. И все вот эти вот мелодичные композиции, движения рук, это пошли от Иву хамуса. Он прям подтолкнул вас, да? Да, подтолкнул. Поющий хамус. Тут хотелось и потанцевать вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Вы говорите о том, что хамус – это живое существо. К нему надо относиться как к человеку. Если он обидится, если он рассердится, если он еще хуже станет равнодушным. Скажите об этом. О вашей дружбе с хамусом. Не зря же хамус выбрал вас. Каждый хамус до того, как я к новому хамусу подберу что-нибудь, репертуар ему, да? Обязательно я хамус почти год где-то, может быть, и два, может быть, и три. С собой всегда беру. Они всегда со мной в чемодане. Если дома, то дома. Все хамусы с собой всегда беру. И то есть они уже как-то вот со мной роднятся, что ли, можно сказать, энергетически. И моей жизнью жить будут уже. Чувствуют меня как-то. И потом уже они играют. Тогда уже, ну, живут уже своей жизнью. У каждого хамуса свой репертуар, своя жизнь. Кто-то чаще выступает, какой-то хамус. Какой-то хамус нечасто, но в разных каких-то вот ситуациях. Бывало, хамус обижается один раз. Перед гостями выступаю, стою. И тут тамада. Что-то говорит, говорит. И нечаянно, ну, не нечаянно, у меня просто взял хамус. И так быстренько передал иностранцу. Он захотел сыграть на моем хамусе. И он тоже быстро взял и играет. Я даже опомниться не успела. И смотрю уже, уже где-то вот что-то творится. Я уже в панике, я в ужасе. Кое-как я у него обратно беру хамус. Потом, а нет, до этого он успел еще... Понял, что нельзя было этого делать. И там же банкет был. Хоп, стаканчик с водкой. А я вообще умерла там на месяц. Это типа для дезинфекции, да? Да. Как? Нет! И обратно мне дают. А я потом, ну, положила, положила. Что-то не то. Следующее выступление было совсем уже на природе где-то. А я подзабыла. И беру хамус, выхожу на выступление. Это уже игра под музыкой. Музыка идет, я играю, хамус не звучит. Я не могу понять. Еще, еще, еще раз. Нет. Только тогда я очнулась. Это же тот хамус мой. А-а-а! И тут я стала на сцене перед хамусом извиняться и просить прощения, и чтобы он звучал. Пожалуйста, пожалуйста. И только после этого стал звучать хамус. Это вот прям как это, живой человек. Надо просить прощения, если что-то с ним не так. Вы с ними разговариваете, скажем так. Да я разговариваю с ними. И это не один раз, не только один раз было. Было несколько раз. Разные ситуации были. Я знаю, что вы любите путешествовать. Ну, не то, что любите. Вам очень много... Это моя работа. Да, вам очень много. Приходится, да, путешествовать. Но вы в этом получаете удовольствие. Обязательно. Ну, естественно. Так и надо относиться к жизни, да? Ну, а кроме всего прочего, из всех стран, где вы любите бывать, вы выделяете как раз Среднюю Азию и Казахстан, да? Очень. Это что, тюркские гены, тюркская кровь тянет? Это, по-моему, гены. Гены тянут меня. Я сама себе объяснить не могу. Ну, прям тянет. Прям все нравится. Я себя чувствую, как будто я у себя дома, на родине находилась. Ну, и еще. Наверное, это последний вопрос. Юлиан, я знаю вашу мечту. Не удивляйтесь, я просто всегда готовлюсь. Ну, я вас не представляю, во-первых, а, старенькой, б, бабушка, которая печет оладьи, или что там с оладьями делать? Вы даже об этом знаете. Разливает кумыс. И учит маленьких детишек Игоря на хамуде, которые приходят к вам. Вот в роли учителя я вас представляю, а в роли старенькой бабушки нет. Спасибо. Но, к сожалению, время свое берет, и когда-нибудь я все равно состарюсь, стану бабушкой. Но я думаю, что в платочках там и чем-то такое со мной не будет, наверное. Ну, как-то все равно. Немножко другая бабушка буду я, другой. Но построить балаган, якутский дом, с печкой камелюк в бухгалке и сидеть перед этой печкой, готовить оладьи, кумыс и угощая своих учеников. Я это вижу. Я эту картину уже давно вижу. Спасибо большое, Елена, за очень интересный разговор. Ну, напоследок я еще нашим телезрителям скажу. Знаете, где я познакомился с Ильюаной виртуально, в смысле заочно? Она еще входит не только в 9 лучших хамусистов мира. Она еще входит и в список самых красивых женщин Якутии. Я и это знаю. Спасибо, Елена. Вам спасибо. У нас в гостях была Юлиана Кривошапкина, человек, который несет в мир культуру Великой Якутии. До свидания. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова